В мире существует очень много интересных и необычных мест, созданных как руками человека, так и природой. И некоторые из них можно увидеть лишь в определенное время. Перед вами 10 известных достопримечательностей, которыми можно насладиться во время отлива. Мон-Сен-Мишель, Франция Мон-Сен-Мишель – второй по величине и значимости после Эфелевой башни символ Франции. Мон-Сен-Мишель является скалистым, остроконечным островом, в котором соединен Дамбо с северо-западной частью материковой Франции. Это единственный обитаемый скалистый остров из трех в бухте Сен-Мишель. Грант-монастырь средневековой деревни в комплекте с извилистыми улочками, домиками и сувенирными магазинами. Остров доступен для посещения в любое время, за исключением, когда уровень воды слишком высок. Дорога ангелов Япония – чудесная и романтическая страна, и именно там находится дорога ангелов длиной около 500 метров. Она расположена в Седосиме, префектуре Кагава, и это одно из таких потрясающе красивых мест, которые можно увидеть только во время отлива. Японцы верят, что если пара пройдет этот путь держать за руки, то она будет всю жизнь счастлива. Пассаж Дегуа, Франция Пассаж Дегуа – дорога, которая проложена по дну залива Бурньёв и соединяет материковую часть Франции с островом Нормутьё. Эта дорога считается одной из самых опасных. Два раза в день во время прилива четырех с половиной километровая дорога погружается под четырехметровую толщу воды. В начале и в конце установлен специальный счетчик, который показывает оставшееся время до прилива, а по бокам расположены башни, выстроенные для экстренных ситуаций. Всадники на Тимзе Англия Проходя рядом с Тимзой во время прилива, мало кто замечает торчащие из-под воды головы. Там стоят скульптуры четырех всадников, которые выходят из воды дважды в день. Они расположены возле Вокскальского моста, недалеко от здания парламента. Эти скульптуры созданы Джейсоном Деккер Тейлором, чтобы побудить людей задуматься о проблеме экологии. Сент-Майклс-Муант Англия Сент-Майклс-Муант – это остров и место бывшего монастыря в Карнауле, Англия. Там находятся потрясающие красивые средневековые церковь и замок. У этого места есть легенда, в которой говорится, что гора на острове когда-то была домом гиганта по имени Кармаран, который ходил на берег и воровал скот, когда становился голодным. Посетить остров можно во время отлива, когда из воды появляется дорога, вымощенная из камня. Храм Стамхешвар Махадев, Индия Эта индийская святыня находится в районе деревеньки Камбой, что в штате Гуджарат. С одной стороны его умывает Аравийское море, с другой – воды Камбейского залива. Исчезающий храм Шивы, как его называют, особенно популярен в праздник, который называется Амавася, или День новой луны. В этот день Шиви приносит фрукты, цветы и вообще все, что он любит. А еще это День новых начинаний – время, когда можно оставить прежние привычки и начать жизнь сначала. Аэропорт Острова Пара Не такое уж это теплое место Шотландия, но пляжи с загорающими туристами там все же есть. Один из них находится на северной оконечности Острова Пара, на берегу бухты Траймор. Здесь находится аэропорт с тремя короткими взлетно-посадочными полосами, расположенными прямо на пляже. Окончание полос отмечено деревянными заборами. Этот уникальный аэропорт, обслуживающий порядка полторы тысячи рейсов в год, является единственным в своем роде и входит в десятку самых опасных в мире. Манджуи-От, Филиппины Песчаная белая коса на Филиппинах – одно из самых удивительных и красивых мест, которое во время приливов полностью исчезает. Это одно из самых популярных туристических направлений на острове Негрос, что неудивительно. Вы только посмотрите на эту красоту. На этом все, друзья. Огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые интересные ролики. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok